Всем привет, друзья! Я не поленился и пришел к Москве-реке, будем топить LG G6. А прямо сейчас, смотрите, показываю, то есть это болотистая местность, мы небольшой тест ему прямо сейчас проведем. Смотрите, красивый телефон, в воду опускаем. Ну и я в воду окуну сейчас буквально, просто мы начнем потихонечку, по нарастающей, ребят. Защита от воды и пили IP68, знаете, это круто, вот это крутое чувство взять телефон там за 50 сколько тысяч. Понимаешь? И просто-напросто его вот так вот с ним делать. Ну что, это все цветочки на самом деле. Пойдемте в Москву-реку его опустим и посмотрим, что с ним будет. Меня основной интересует, насколько хорошо он будет управляться, экран, тач, и можно ли пользоваться камерой под водой. Но пользоваться можно, потому что кнопками громкости можно делать снимок. Сейчас я вам все это продемонстрирую. Ладно, пойдемте. К Москве-реке я не пришел, решил еще его помыть, а то как-то некрасиво, видите, весь грязный. Смотрите, это телефон. Где телефон, ребят? Ну это же прикол просто. Вот он. Ничего себе, смотрите. Круто, люблю я это дело, вот это вот реально интересно, ребят. Вообще, смотрите, помоем его. Сейчас мы его в чистой водичке, конечно, помоем. Блокируем, проверяем сканер отпечатка. Будет ли работать или нет? Я сомневаюсь, конечно, все-таки это, знаете, это чересчур. Не, не срабатывает, все-таки он и не объявлялась об этом. Но экраном пользоваться можно. Давайте еще раз, смотрите. То есть мы его тщательно окунаем. Ну, как и все телефоны, в принципе, водозащищенные, конечно, управление, сенсор срабатывает множество срабатываний. Тут я и не ждал каких-то чудес. Нужно его чуть-чуть протереть. Но пользоваться, например, что-нибудь вот, зайти в менюшку, можно. И это хорошо. Но, видите, конечно, множество капелек воды на экране. Давайте еще раз его. Я сейчас почище места взял. Просто реальная ситуация. Уронили телефон. Опа! Все. Если телефон не водостойкий, то, в общем-то, если это дорогой телефон, ремонт вам, понятное дело, обойдется в круглую сумму. Ну, здорово, что сейчас почти все производители, крупные, по крайней мере, пошли по этому пути делать телефоны водостойки. Ладно, пойдемте на обещанную Москву-реку. Знаете, в каждом взрослом живет мальчишка. Во мне он еще живет. Но я не могу пройти мимо такого чуда, ребят. Ну, как же не протестировать телефон в куче земли вообще, а? Посмотрите. Ну, это же круто, реально. Ого! Ха-ха! Круто! Да, смотрите. IP68 защита, поэтому я знаю, что я делаю. То есть, защита не только от воды, но и от пыли. Ну, и от грязи в данном случае. Вообще, конечно. Ко-фе! Помните, кто играл? Ха-ха! Ладно, пойдемте. Телефон-то красивый. Я над ним не глумлюсь, но просто вот реальные ситуации, знаете. Конечно, вот эта ситуация вряд ли реальная. Кто-то полезет на эту кучу земли и бросит в нее телефон. Но вот уронить его в такую грязь вполне реально. Поэтому показываю, что с ним происходит. Ладно, пойдемте этого красавца отмоем. Вообще, конечно, круто. Вообще. Вот она, пойма Москва-реки. Братеевский мост. Это Братеевский парк, кстати, офигенный. Здесь шикарно, конечно. Вообще просто шик. И знаете, так мало людей всегда, к счастью. Сюда приходишь в любое время года, и здесь фонари горят. Вот здесь вот огромная территория, там новостройки. Смотрите, даже снег. Сегодня 4 апреля. Пойдемте в снегу его тоже искупаем. По-хорошему нужно было взять с собой какую-нибудь крепкую бечевку и закинуть его. Но я думаю, найду сейчас место, где его можно в воду окунуть и отмыть. Бросать мы его не будем об землю, потому что об этом и не заявлялось. Хотя у него защитное стекло. Горелый глаз 5 здесь, а здесь четвертое. Четвертое потому, что, ну, для сенсора это лучше. Но найдем, я думаю, мы место сейчас. А вот здесь давайте его отмоем. Прямо здесь сейчас. В снег уже не полезем. В принципе, что там, мы в снегу не видели. Давайте. Телефон красивый. Надо его сейчас. Ну и давайте какое-то время он полежит в воде. Вот, у него практически не видно. Я, у меня нет сомнений, что он пролежит полчаса и с ним совершенно ничего не будет. Но все-таки дадим ему немножечко. Смотрите, понаблюдаем красиво, как видите. И опять же, повторим то же самое. То есть, то, что я делал. Ну, разблокировка сканером начатка пальцев, понятно, она не работает. Это было бы слишком шикарно. Это все-таки. Но и без этого, смотрите, нажимая на сканер, кнопку включения, пытаемся его запустить. Запустили. Так, смотрим. Телефон мокрый. Запускаем камеру. Вот о чем я говорил. Даже под водой фотографировать можно. Нажимая просто, видите, на клавишу вот эту вот. И мы фотографии, соответственно, получили. Вот она, под водой. Но знаете, сканер более-менее работает. Вот он. Более-менее. То есть, пользоваться телефоном можно. Смотрите. Листаю. Экраны, конечно, огромные. Даже для моей руки. Ну, 5,7, что вы хотите, ребят. Тут, конечно. Ну, знаете, нормально. Все хорошо. Конечно, просушить нужно вот здесь вот разъем для наушников. И все. И пользоваться дальше. Ладно, если даже я сейчас не найду уже, как спуститься к Москве реки. Реке. Я об этом как-то и не подумал, когда сюда шел. Здесь берега высокие. Но я думаю, этого достаточно. Потому что я по максимуму, по-честному для вас его протестировал. Но именно самому это реально интересно. Круто. Реально. Так что вот самый настоящий, самый реальный тест, как нужно тестировать водостойкие телефоны. Просто окунать их в воду, кидать их в грязь, в землю, в лужи и так далее. И смотреть, что с ними будет. Все, наверное, на этом. Красавчики, конечно, вообще. Водостойкость это все-таки хорошо. Да, ребят, как я и говорил, я уже не полезу в воду. Не полезу. Делать там нефига на самом деле. Тогда получается все. Телефон, ну, разумеется, выдержал испытания. Сами видите. То есть, все работает, ничего не отключилось. Ну, разумеется, IP68 стандарт. Покажу вам парк немножко. Если будете рядом, заезжайте. То есть, это красота. Он дальше тянется еще вон далеко-далеко. И здесь всегда мало людей. И это очень круто, видите. Потому что вот это искусственный прудик. Здесь шикарно. Сколько раз здесь был. Вообще, просто место вообще дико красивое. Там вид на Москву реку, набережная. Все бесплатно, разумеется. Все очень круто. И таких мест по Москве, кстати, много. Ладно. Тогда счастливо. Ждите полноценный обзор. Подготовлюсь и расскажу тщательно уже. И по времени работы, и по всему, по всему, по всему. Это, правда, сэмпл еще. Поэтому я хотел в LG взять полноценный LG G4, который будет продаваться. Поэтому я немножко отдам его. Это сэмпл. Как бы он должен быть такой же. Но фотки, мне кажется, должны быть лучше, чем те, которые я вам показывал в прошлом обзоре. Ладно, ребят, тогда счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok